Добрый вечер, дорогие друзья! Так, опять нету. Интернет нету. Так, ну ничего. Добрый вечер, дорогие друзья! Если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плюсики. Ничего нет. А сейчас слышно? О, хорошо. Так, ну начнем презентацию. Вчера мы с вами остановились на, значит, разборе препаратов Мицелайф, которые содержат кедровые орешки. Сейчас я вам покажу этот продукт. Сейчас, одну секунду. Он называется Мицелайф Сибирь 35. Вот этот вот так. Это кто не видел его, наверное, из компании Power Matrix, его еще не все видели. Вот он так выглядит, этот туб. Вот. И в нем находится специально приготовленное зерно с дополнением других компонентов. Но для того, чтобы понять, как все это работает в нашем организме, конечно, нужно представлять, что такое вообще белки, какие они бывают и в чем отличие растительных белков от животных. И почему такой препарат, у нас их будет четыре вида различных, вот, мы будем вам рекомендовать. Ну, конечно, мы с вами на той неделе разбирали жиры почти по такой же схеме. Я вам говорила, что жиры относятся к третьему классу веществ, которые необходимы для работы наших клеток. Что они покрывают мембраны клеток и, соответственно, отвечают за синтез наших гормонов. Они нужны очень для работы иммунной системы, глобулина синтезируются и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, белок относится к первой фазе, то есть мы с вами белковые структуры, и у нас постоянно идет синтез белка в организме. Без белков мы не можем жить с вами, поэтому белковых функций огромное количество. Вот, это и обмен жиров, и углеводов, и микроэлементов, и синтез витаминов в нашем организме. И тоже иммунная функция, когда, если есть иммуноглобулины, они не только от липидов, но и от белков тоже синтез их зависит. Вот, образуются антитела тоже с помощью белков в нашем организме. Ну, все функции практически в организме, все функции, которые в организм наш выполняет, они зависят от качества нашего белка. Поэтому есть в медицине такая поговорка, что ешь, тем и болеешь. Что такое качественный белок? Это, конечно, белок непереработанный, незамороженный. Это я говорю о мясе и белковых продуктах животного происхождения, чтобы вы это понимали. Ну, и, конечно, белок – это энергия. Ну, если жиры, я вам говорила, это 9 килокалорий в одном грамме жира, то белки – это 4 килокалории, и углеводы тоже 4 килокалории. Таким образом, сейчас я буду аккуратно переставлять все. Сейчас. Уже боюсь этих слайдов. Вот, значит, состав животных белков. В чем разница? Это, конечно, по аминокислотным характеристикам. То есть у нас в организме 22 должны быть аминокислоты. Из этих аминокислот и синтезируется белок. Вот, значит, поэтому 8 аминокислот у нас в организме, они незаменимые. Мы их можем получать с вами только из мяса. То есть только из, значит, ну, даже не то, что из мяса. Ну, да, в общем-то, в принципе, птица, рыба, баранина. Сейчас, одну секундочку. Вот, значит, животные белки мы с вами можем получать полноценные, только из мяса. Вот, потому что, ну, мясо, рыба, ну, конечно, лучше всего это говядина, баранина, но особенно молодая говядина, хорошая говядина. Она содержит не только набор необходимых аминокислот, но там еще есть факторы роста специальные. И лучше всего железо усваивается из говядины. Вот, а что такое железо? Почему так важно есть мясо красное, особенно говядину? Потому что в эритроцитах гемоглобин должен попадать в, железо должно попадать в эритроцит, истоком крови разносится, и что самое главное, железо разносит кислород. Поэтому, когда низкий гемоглобин, слабость, утомляемость, плохой цвет лица и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас огромное количество людей страдает железодефицитной аномией. Потому что нужно не смотреть гемоглобин, гемоглобин нужно смотреть, но есть биохимия крови, и в ней смотрится железо, потому что у вас может быть хороший гемоглобин, ну, хороший, 120, предположим, это считается нижней границей нормы, но норма, особенно для женщин. А железа может быть мало. И тогда тоже будет слабость, усталость, болеть будет человек часто, а просто железа не хватает. Переносить кислород и питательные вещества. Вот, поэтому животные белки, конечно, приветствуются, но есть люди, которые не едят животный белок. Вот, и в сутки, в сутки мы должны для нормального нашего, нормальной жизни потреблять в готовом виде от 60 до 90 грамм белка, для того, чтобы самим себя воспроизводить. Лучше всего усваивается яичный белок, поэтому ешьте яйца, вот, и у вас, особенно пожилые люди, делайте себе омлеты хоть каждый день из двух и трех яиц и ешьте, потому что белок яичный у вас будет на 100% усваивается, а желток для вас будет тем продуктом, который несет вам как раз все необходимые жиры и витамины. Поэтому сейчас противопоказаний по съеданию двух-трех яиц каждый день ни у кого, значит, нет. Почему? Потому что доказали, что яйца не повышают холестерин. Поэтому забудьте про эти обезжиренные продукты, не молочные продукты, не надо есть обезжиренные, особенно творог. Должен присутствовать в хорошем молочном продукте молочный жир. Мы, в принципе, поэтому едим и сливочное масло, и хороший творог. Если хотите съесть творог, то купите его на рынке, и съешьте хороший кусок творога, чтобы там был жир, который будет благотворно работать в вашем организме. Там витамин А и много других всевозможных жиров, которые очень нужны нашему организму, чтобы были хорошие слизистые и так далее, и так далее, и так далее. Так, теперь состав белков кедрового ореха. Вот смотрите, кедровый орех содержит незаменимые аминокислоты. Ой, незаменимые аминокислоты. Значит, он содержит частично заменимые аминокислоты, условно заменимые и заменимые. Вот практически он, ну, конечно, не как мясо, но в принципе состав очень хороший. Если еще кусочек мяса добавить, будет все вообще в идеальном стиле рыбки или курочки, то синтез белков у нас будет с вами просто великолепный. Особенно это касается пожилых людей, у которых уже все плохо связывается в организме, переваривается, я имею в виду, в организме. И вот когда я вам читала про липиды, вот эта вся продукция мицелайфа, она как раз, я вам говорила об этом, что она вся способствует нормализации пищеварения. Потому что самое главное, что с возрастом уходит, это уходит соляная кислота активная в желудке, уходит нормальный синтез желчи, уходит нормальный синтез гормонов поджелудочной железы пищеварительных. Вот. И таким образом пища начинает плохо перевариваться и, соответственно, и усваивается. Поэтому очень важно вместе с продукцией Power Matrix принимать вот такие вещи, как мицелайфи, маслянистые специально подобранные масла с мицеллами, которые будут улучшать пищеварение, будут улучшать переработку пищи и всасывание ее, попадание в кровь. И уже из этой пищи, которая переработана в наших клетках, будет идти синтез белков, жиров и углеводов. То есть и энергии, но и состав тела определяется теми вещами, которые вы едите. Вот. Могу вам сказать, на сегодняшний день, когда вы сдаете кровь, ананализ, то по составу вы вот такой человек, ваша кровь такая вот на этот день. Ну, предположим, сегодня 12 марта 2020 года, вы сдаете кровь, биохимию, там не важно что. И это только состав ваш на этот день. На следующий день вы приходите за анализом, но у вас уже состав другой совершенно в организме. Да, вот поэтому все очень быстро меняется. Ну, вот и незаменимые аминокислоты. Это валин, необходим для мышечного метаболизма. Изолицин способствует восстановлению мышечной ткани. Лизин необходим для нормального усвоения белков и роста мышечной ткани. Тоже для коллагена, эластина, для формирования, значит, для хорошего работы, работы наших связок, с нашего связочного аппарата, коленки. Все эти изменения возрастные, которые происходят, для всего этого, чтобы это не нарастало, нужно обязательно такие вещества. Метионин, участвует в синтезе ферментов, ну и трептофан, это тоже самое, не то же самое, нужен для серотонина, допамина, это серотонин, допамин, неправильно, да, правильно, допамин. Сначала идет серотонин, потом допамин. Вот, это уже для центральной нервной системы, витамин-3, тоже настроение и сон. То есть вот трептофан, это, конечно, такая уникальная молекула, которая очень хорошо работает с центральной нервной системой. Это незаменимые аминокислоты, которые присутствуют в кедровых, в кедровых, витровых орехах. Ой, сейчас, извините. Дальше, сейчас, секундочку. Медленно грузится. Вот, заменимая аминокислота, заменимая, значит, ну тоже для иммунитета, серин для иммунитета, для энергии клеток, синтеза АТФ, как я вам говорила. Я вам рассказывала вчера, успела рассказать, антистресс как раз и говорила, что в головном мозге нету запаса питательных веществ, он есть только буквально на 5-7 минут. Вот, и поэтому, конечно, вот такие продукты, которые мы будем употреблять, они очень важны для того, чтобы энергетически все до мозга доходило напрямую и быстро всасывалось. В печень, кровоток и в головной мозг, но он, конечно, там ничего не попадает, в сам нейрон, но глиальные оболочки, которые его огружают, нейрон, они до него через ультрафильтрацию все эти полезные вещества будут доносить. Пролин, как раз хрящевая ткань, и глицин, это у нас, зачем им сосать таблетки глицина, которые никуда не попадают, лучше есть натуральные продукты, и из них организм сам возьмет то, что ему необходимо. Вот, поэтому, конечно же, все эти таблетки просто смех. Так, частично заменимые аргинин, тоже гормональный уровень, и сердечно-сосудистую систему гистидин способствует снабжению кислородом органов. Вот, ну, кислород тоже с возрастом уменьшается в органах и тканях. Почему? Потому что, ну, во-первых, гемоглобин снижается, а во-вторых, всасывание ухудшается, и доставка кислорода тоже начинает снижаться, особенно если еще и гипертоническое болезнь. Когда идет спазм сосудов, и после 60 лет мозг, как правило, начинает на 20% получать меньше мозга, ой, получать меньше кислорода, соответственно, тоже возникают проблемы с памятью, всевозможные сосудистые изменения и так далее. Поэтому надо, еще раз повторю, если вы хотите долго жить, не болеть, надо особое внимание обращать на свое кровообращение, потому что только кровь доносит питательные вещества до каждой клетки нашего организма, чтобы был всегда хороший кровоток, и обращать питание, конечно, на работу головного мозга, потому что все зависит от него, вся наша жизнь зависит от работы нашей центральной нервной системы. И условно-земининмые аминокислоты, я вам специально все это расписала, потому что каждый человек не будет лезть и смотреть, а так вы уже будете иметь представление, что это такое, и как это воздействует на организм, и взрослого, и ребенка, и пожилого человека в любом возрасте. Цистеин способствует мышечной выносливости, детоксикации, тирозин улучшает синтез гормонов, и, соответственно, улучшает тоже работу нашей центральной нервной системы. Ну уж, развитие депрессии, профилактика, я вам тоже вчера по антистрессу это говорила, что сейчас, 21 век, это заболевание будет прогрессировать головного мозга, потому что очень большая нагрузка на мозг, вот, из-за этих гаджетов, из-за всего этого образа жизни, и не все с этим справляются. Сегодня как раз 30 лет отмечает институт мозга Бехтеревой, вот, и там были произнесены некоторые данные, которые говорят о том, что, конечно же, здоровье мозга, оно самое важное, самое важное – это здоровье нашего мозга. Ну и поэтому, значит, правильное потребление растительных и животных белков будет приводить к тому, что, ну, с определенного возраста уже каждый день нельзя есть говядину, вот, то есть говядину обычно рекомендуют один раз, ну, не больше двух раз в неделю, и то это должен быть в готовом виде кусочек мяса с вашу ладошку, вот, с вашу ладошку кусочек мяса тоже с определенного возраста нельзя переедать, но это все-таки относительно тяжелое мясо, конечно, индюшка, курица, рыба, это все можно замещать яйцами, вот. Ну и если еще сочетать это все с растительными маслами, это, конечно, будет лучше, потому что растительные масла несут тоже огромное количество витаминов, микроэлементов, и в организме это все тоже хорошо переваривается, и взаимный такой симбиоз будет хорошо работать на наше с вами здоровье, потому что едим мы с вами минимум три раза в день, а каждый прием пищи – это огромная нагрузка на наш организм, вот, по перевариванию этой пищи, по выведению токсинов и так далее, и так далее, и так далее. И вот, смотрите, у нас будет четыре таких продукта, значит, Сибирь, потом будет, не знаю, как его правильно, ну, в общем, остальных пока нету, поэтому мы сегодня с вами говорим только о Сибирь-35. Сейчас он откроется, этот слайд. Удобно с собой носить, и в школу ребенку можно дать. Вот, Сибирь-35 – здоровый иммунитет. Вот, это состав кедровый белок, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, улучшается для синтез, улучшает синтез белка. Значит, можно принимать, в принципе, всем, но кто знает свои особенности, у кого-то может быть только единственная аллергическая реакция. Ну, на кедровый белок я что-то вообще не встречала, чтобы была аллергия какая-то. Вот, это и детям, сейчас как раз весна, вместо того, чтобы там покупать себе какие-то витамины, вообще синтетические витамины лучше не пить, потому что они, ну, во-первых, для того, чтобы пить витамины, сначала надо делать анализы. Даже тот же витамин Д3. Если вам рекомендуют в поликлинике выпить витамин Д3, то вы должны сначала сказать, доктор, прекрасно, я согласна, но дайте мне анализ, я посмотрю, есть ли у меня дефицит витамина Д3. Вы поймите, все витамины – это биологически активные вещи, и просто так их пить нельзя. Мы с овощами, с фруктами, с пищей получаем достаточное количество витаминов, хоть бы как-то мне писали, что их там нет, нет, да есть там все, микроэлементы, витамины. Они поэтому называются микроэлементы, витамины, что их должно быть микрое количество. Организм ничего не накапывает, ни витамины, ни микроэлементы, кроме кальция в костях. И не только, это основной элемент нашего организма. Все остальное мы каждый день должны с вами пополнять. Поэтому синтетические витамины, конечно, пить нельзя, потому что иммунная система распознает их и начинает разрушать. Когда вы прекращаете пить синтетические витамины, то потом иммунная система еще несколько дней разрушает ваши витамины, которые синтезируются у вас и в печени. У нас там витамин А запасается, синтезируется витамин Е. Нет, не синтезируется, мы получаем витамин Е только из масла. Только из масла, больше мы ниоткуда не можем его, он там запасается просто. Ими кишечная микрофлора вырабатывает до 70% всех витаминов. Вот, поэтому потом будут разрушаться ваши витамины. А если вы принимаете продукцию Мицелайф, то вы с этими маслами, которые там находятся и другие вещи, вы будете получать необходимые вам вещества, которые организм будет быстренько из них синтезировать, нужно ему витамины, микроэлементы получать и так далее. Вот, значит, детям, пожилым людям, просто работающим, все в основном живем сейчас уже в неблагоприятных условиях природных. Знаете, круговорот воды в природе никто не отменял, поэтому все токсичные вещества циркулируют друг за дружком, друг за дружкой все это передается. Ну, конечно, не в таких концентрациях, как где-то в тех регионах, где совсем экология не очень хорошая, но все-таки до всех все долетает. Вот, поэтому все равно надо подстраховываться. И когда мы принимаем такие вещи, мы должны понимать, что это еще и очень хорошо помогает нашим внутренним органам быстро находить и выводить токсины, потому что у нас в организме накапливаются, ну, поступают в организм в основном все продукты с жирами. И вот жиры, они накапливают токсины. И когда они проходят через печень, то печень переводят жиры в водорастворимую форму. Там есть специальные ферменты, и эти токсины частично выходят через желчь, а частично токсины выходят через почки. Поэтому, когда вы хорошо и правильно питаетесь, когда у вас есть витамины, а витамины что делают? Они улучшают качество ваших ферментов для переваривания пищи. Вот, поэтому здесь вот, когда мы с вами будем принимать препараты компании Мецелайф Сибирь 35 и употреблять этот белок кедровый со всеми остальными вещами, то, конечно же, мы улучшим свое пищеварение и улучшим воздействие на наш организм. Кедровые орешки еще очень хорошо, вообще кедровая вот эта продукция, она очень хорошо для легких. У кого есть проблемы с легкими, хронические бронхиты и так далее, так далее, так далее, вот кедровые вот эти масла, все, они очень хорошо работают для легких. Потому что я вам тоже говорила, что сурфактант образуется в легких, но для этого нужно 98% жиров. Вот, только тогда образуется нормальный сурфактант. И вот кедровое масло всегда было рекомендовано людям, у которых есть проблемы с легкими. Проблемы с легкими. Вот, потому что легкие у нас тоже перекрачивают за сутки огромное количество крови, несколько тонн вместе с сердцем. И поэтому для работы, для синтеза этого сурфактанта нужно огромное количество жиров. Печень синтезирует 90% сама жира. И вот эти все жиры, первое, что их сжигают, это легкие. Вот, так что не бойтесь, как бы, ну, конечно, в нормальных размерах, не надо там литрами пить масла. Вот, ну, так обязательно принимать препараты и добавлять в еду хорошее масло. Вот, и, соответственно, помимо Сибири 35, да, этого препарата, мы еще рекомендуем вам салютом, который, являясь энергоинформационным препаратом, он будет тоже заряжать ваш организм энергией. Ну, для новичков, вот, из компании Мицелайф, мы потом с вами будем общаться, будем читать для вас презентации, чтобы вы быстрее входили в эти препараты. Ну, хочу сказать, очень активные, вот здесь к нам приходят в Москву уже люди, мы общаемся, вот, очень хорошие, позитивные, мы будем дальше, значит, общаться и стараться, чтобы вы быстрее въехали, скажем, в нашу продукцию тоже и свою применяли, и все это чередовали. Все нужно чередовать. Не чередовать, а все нужно принимать для того, чтобы улучшить свое самочувствие, тем более весна. Поэтому Тимус-1 – это препарат из вилочковой железы, который у нас здесь с вами находится, да. Вот, после 50 лет она начинает изменяться, то есть там практически остается одна жировая капсула. Вот, но прием Тимус-1 – это как раз сейчас очень актуально в связи с этим вирусом. Ой, вообще уже, значит, пандемия уже началась в мире, пандемия просто. Вот, но чтобы нас эта пандемия не коснулась, нам нужна хорошая наша иммунная система, которая справится с любым коронавирусом. И поэтому Тимус-1 по 5 капель под язык утро-вечер, и у вас будут свои хелперы и киллеры. То же самое касается печени. Так, а нет, это костный мозг. Я думала, это гепард, а это костный мозг. Но у нас есть такой препарат костный мозг, который в течение трех месяцев вызывает регенерацию собственного костного мозга. Это очень важно, потому что после 50 лет, как и Тимус, костный мозг начинает постепенно из красного костного мозга превращается в желтый костный мозг. То есть он тоже начинает постепенно стареть. А костный мозг – это основной орган, которым созревают все клетки крови нашей, особенно эритроциты. Вот, и поэтому, чтобы защищать наш организм, для иммунной системы и вообще для всего нужны эритроциты. Это основные клетки, которые приносят кислород и питательные вещества в нашем организме. Вот, соответственно, селезенка, которая обеззараживает, это вообще лимфоидный орган, и, проходя кровь, очищается от бактерий, вирусов и так далее. Так же, как и через печень. Сначала через селезенку. Все, что селезенка не смогла отчистить, проходит через печень. Печень уничтожает все остальное. Потом сама печень. Я вам говорила, что печень у нас в сутки фильтрует две с половиной тонны крови в чистую. И таким образом печень является органом, который разрушает токсины, разрушает всю патогенную микрофлору, которая могла с пищей попасть в наш организм. Все разрушается. И, значит, за пять минут, пять литров крови проходят через печень, очищаются в чистую. Вот, поэтому очень важна функция печени. Когда вы начинаете, принимаете гепар, по пять капель три раза в день под язык, потом можете увеличивать, вот так, начинайте, три месяца пьете, у вас начинается регенерация собственных гепатоцитов. И нефро, почки. Почки, я вам тоже говорила, они фильтруют до полутора тонн крови, образуя 130 литров первичной мочи, которая омывает все наше внутри и вне клеточное пространство. И чем еще, почки тоже, в почках ультрафильтрации существует, такая же, как практически в головном мозге. И почки с помощью этой ультрафильтрации накапливают для головного мозга микроэлементы, которые потом в головном мозге превращаются в электрические разряды. И за счет этого у нас осуществляется передача импульсов по нервам. Поэтому, когда вы пьете много жидкости, а все сейчас пьют 2 литра, зачем-то, вот, вы размываете микроэлементы и создаете проблемы для своих почек. Поэтому, если вы не хотите пить, то и не надо пить. Никто вас не заставляет пить 2 литра. Еще раз повторяю, кровь не разжижается от приема воды. Тем более, вы пьете мертвую воду, вообще неживую, которая у вас имеет заряд, если ее померить, из-под крана, до плюс, до плюс 100 так точно. У некоторых регионов, наверное, там все плюс 300. А у вас клетка внутри организма имеет воду минус 50, минус 100. Так вот, всю воду, которую вы пиваете за день, клетки принять не могут. Она никуда не может пройти, эта вода в межклеточное пространство, потому что она плюс. А нужно минус. И поэтому ваш организм две недели отдает этой воде свои электроны. Эта вода становится минус 50, и только стакан воды, выпитый, две недели назад, может перейти в межклеточное пространство. Вот. Поэтому, если вы хотите действительно пить заряженную воду, то у нас в компании есть реликтум, вы слышали, я про него немножко рассказывала. Так вот, этот препарат, реликтум, вы вечером наливаете литр воды, и в этот литр воды две капли реликтума. Утром встаете, и можете весь день пить эту воду, и там будут электроны. Вот энергонасыщенную воду пить нужно, чтобы не отдавать ей свои электроны, чтобы не терять свою энергетику организма. Ну, давайте задавайте вопросы вот по этим препаратам, по-новому, которые я вам вчера читала. Значит, кости, волосы, ногти, если есть вопрос, ну, вообще, если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу, потом мы перейдем к косметике. Есть вопросы? Ну, задайте какой-нибудь вопросик, да, хочу слышать вопросик от вас. Или вам все понятно? Дальше продолжаем. Ну, кто-нибудь, что-нибудь напишите. Рот, вы меня слышите хоть? Может, я сама с собой разговариваю? Ну, напишите кто-нибудь, хоть что-нибудь, напишите. Вот, все понятно, хорошо. Значит, переходим тогда с вами в косметике. Так, сейчас откроется. Боюсь, второй раз нажимать. Ну, ладно, вот сейчас нажму. Ну, давай, компьютер, вот. Так. Что-то не то. сейчас. Я уже думала, косметика будет сейчас. Вот, косметические продукты, мягкий рук, мягкий крем для рук тела, значит, Мицелайф софт 59. Ну, действительно, там ходят такие масла у вас с Мицелами, что масло ШИ, масло ЖЖАБА. у нас нету крема для рук, в нашей компании нету крема для рук, но вначале, прежде чем говорить о кремах, я хотела с вами поговорить о коже вообще. И, соответственно, почему за ней надо ухаживать, и что такое кожа. Кожа, это, если вот взять нас, с нас кожу снять, растянуть ее, то в среднем это будет 3 метра квадратных. Это огромное, это самая большая, кожа, это самый большой орган в нашем организме. Кожа, это нейроиммуно-эндокринный орган. Значит, здесь синтезируются гормоны. Ну, гормон Д3 синтезируется, да. Вот, огромное количество сосудов, которые обслуживают нашу кожу. В коже есть такой слой, как коллаген и эластин. И пока женщины молодые, пока у нас есть с вами менструальный цикл, то наши эстрогены, гормоны, они прекрасно работают. И у нас идет с вами непрерывно синтез коллагена и эластина. Значит, ну, потом проходит время, и где-то уже после 40-50 лет, все зависит от того, насколько долго у вас продолжается менструальный цикл. Как только начинает снижаться количество эстрогенов, то и качество эластина с коллагеном начинает ухудшаться. Что еще влияет на кожу? Ну, конечно, кровоток. Конечно, кровоток, потому что везде микроциркуляция. В коже нету больших сосудов, там нет артерий, там нет вен, там только микроциркуляции. Поэтому, если женщины курят, ну, и другие токси, увлекаются другими токсичными веществами, вот, значит, то, конечно, кровоснабжение в коже начинает нарушаться, потому что одна сигарета на 40 минут вырубает микроциркуляцию, особенно в ногах, ну, в коже тоже, но ноги это тоже, на ногах тоже есть кожа. Это вот исследования, которые проводились как раз для больных с сахарным диабетом, ну, и не только. Поэтому, качество вашей кожи зависит от микроциркуляции, от гормонов, которые у вас синтезируются в организме, тиреоидные гормоны, женские половые гормоны, пищеварительные ферменты, и гормоны тоже в желудочно-кишечном тракте тоже образуются. Вот этот комплекс, потому что, если вы правильно питаетесь, если вы не переедаете соли, соль очень важна, если вы на ночь не пьете по 3 литра чая, воды, у нас любят часов в 12 попить чеку, а потом утром все удивляются, чуть у них отеки под глазами, понимаете, поэтому, конечно, лицо, это, как говорят, зеркало души, да, глаза зеркала, лицо, зеркало просто, вашего организма, и посмотрев только на кожу лица, и вообще тело, тело, а с возрастом еще у некоторых начинают на теле образовываться кератомки, такие темные всякие пятнышки, и так далее, и так далее, это что, о чем говорит, а внутри все то же самое, значит, нарушено питание органов и тканей, идет накопление каких-то ненужных веществ в организме, и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому все надо делать в комплексе, почему-то, вот сколько я уже работаю, вообще не только в нашей компании, а вообще так вот, мне всегда нравилось продвигать продукцию, почему, потому что тебе надо много читать, знать и понимать, как все это работает, и вот люди как-то странно относятся, значит, купят машину, и вот эту железяку труд, особенно мужчины, масло там ей меняют, какие-то там запчасти меняют, носятся как с торбы с этой машиной, а про себя на ходу сосиски, на ходу там всякую ерунду едят, и считают, что вот мы, что их организм, это не сравним с машиной, понимаете, вот пока человек не поймет, что самое главное, это его здоровье, что дала ему природа, вот это здоровье, что его надо сохранять и беречь, и тоже делать ТО, и тоже нужно каждый день чистить, чтобы все эти токсины выходили из вашего организма, я людям говорю часто, ну вы попробуйте месяц не почистить зубы, не менять свое белье, и мы посмотрим, как с вами рядом будет приятно стоять, как вы сами будете пахнуть, понимаете, вот, поэтому, конечно, уход за собой, уход за собой, каждый человек должен ухаживать за своим здоровьем, скоро начнется посевная пора, поедете все сажать помидоры, огурцы, вот вы их там плеваете, они у нас там растут в этих, как они называются, ну не рожереях, ну в общем, короче, понятно, да, растут, накрываем их пленочками, а про себя часто все забывают, понимаете, вот в чем проблема там, и, конечно же, косметическая продукция, это прекрасно, но к этой косметике еще надо, что это за вопрос такой, что делать с межклеточной водой, ничего не надо делать с межклеточной водой, что вы с ней можете сделать, Как вот по вашему мнению, кто мне задал такой вопрос, что вы можете сделать, во-первых, не с межклеточной водой, а с внутри и вне клеточной жидкостью, которая у вас в организме 40 литров. Сейчас я сразу отвечу, чтобы вам было понятно. Потому что что такое внутри и вне клеточная жидкость? То есть клетка, она как бы находится в аквариуме. Вот представьте, это внутри клеточная жидкость. Ей подносят туда поесть. Она поела, и продукты распада должны удаляться оттуда, удаляются. В межклеточном пространстве есть специальные клетки, называются они фибробласты. Нет, сейчас скажу. Ну да, фибробласты. Нет, сейчас. Фибра. Да, фибробласты называются. Вот эти фибробласты, они за 120 дней чистят нашу вне клеточную жидкость. За 120 дней они специально все вот эти продукты распада, которые из клеток выходят, они все это убирают и контролируют синтез коллагена и эластина. Поэтому уж в межклеточное пространство просто так вы никогда не попадете. Просто так ничем туда попасть нельзя. Только когда вы правильно питаетесь, когда вы принимаете препараты, которые восстанавливают функцию ваших внутренних органов, я вам могу сказать, что в каждом органе еще своя жидкость. В печени своя, в почках своя и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мне говорят, сколько нам чистится? Ну вот 120 дней, если вы регулярно принимаете там, припажем, реликтум, печень, почки и так далее. Если вы принимаете ангел, селен, то 120 дней вы должны принимать, чтобы только первую фазу очистки пройти. А потом? А потом это надо все время делать, потому что все равно вы только подумайте, сколько вы токсинов мы с вами выдыхаем каждый день. Это все должно выводиться из организма. Кишечник, если растянуть, это практически два поля, на которых играют большой теннис. Легкие – то же самое. Это огромная поверхность, на которой вот это все налипает, это быстро организм должен нас убирать. Если что-то попадает или остается в межклеточном пространстве, все убирают фибробласты. Поэтому программа очищения – это программа основная. То есть мы должны иметь такие ферментативные системы, мы должны все это поддерживать, чтобы наш организм все это из нас выводил. Каждый день. Каждый день. А так, чистка межклеточного пространства – это 120 дней. Так, хорошо. Можете, кстати, найти на YouTube, да, на YouTube можете найти мою презентацию. Там как раз «Внутри внеклеточной жидкости» и там презентация есть по гомотоксинам, так они и называются. Гомотоксины нашего пространства. Вот, «Внутри внеклеточной жидкости». И посмотреть эту презентацию и понимать, как все в организме работает. Ну вот, смотрите. Значит, кожа, чтобы она была молодой, красивой. Видите, сколько всего нужно только для кожи. Вот. И, конечно же, косметикой люди пользовались очень давно. Женщины всегда хотели быть молодыми, красивыми и так далее, и так далее. И чтобы красота эта не уходила. Значит, поэтому создавались косметические продукты. Ну, там сначала маслицем мазались, ну, а потом уже где-то, наверное, с века 17-го, 18-го стали появляться какие-то косметические продукты. Ну, и сейчас, конечно, совершенно другая косметика. И чем нравится вот эта косметика, то, что она натуральная. Вот, что она натуральная, она не содержит никаких добавок, никаких красителей и так далее, и так далее, и так далее. Потому что сейчас очень много на рынке всевозможной косметики с химией. А это же все через кожу будет всасываться и попадать в наш организм. Это тоже нежелательно. Вот, и поэтому крем для рук и тела – это, конечно, хорошая вещь. Вот, пользуйтесь им. Употребляйте, чтобы у вас руки и ноги тоже им можно мазать. Вот, ноги тоже устают. Ногами надо тоже ухаживать, как и за руками, и за лицом. Вот, и таким образом и тело после душа – это все тоже надо смазывать. И вообще мочалками тереться нельзя. Я думаю, что все знаете, что кожу можно тереть один раз в неделю. Потому что на коже, начиная с головы и заканчивая пятками, находится такое количество бактерий, что если бы нас засветить, мы бы увидели слой на себе несколько миллиметров этих бактерий, которые не дают размножаться на нашей здоровой коже, чему всякой патогенной микрофлоре. Значит, только 300 видов грибов у нас на коже находятся, наших родных, которые не дают заселяться другим ненужным микроорганизмам. И если вы думаете, что у вас вообще все везде стерильно, вы глубоко ошибаетесь, потому что, я еще раз повторяю, на коже только 300 видов грибов специальных. Дальше то же самое, там огромное количество бактерий и вирусов. У нас мы вообще все, у нас весь организм – это на одну здоровую клетку 300 бактериальных. Вот, чтобы не было иллюзий, что у нас там все стерильно. Вот, в ротовой полости 900 видов всевозможных микроорганизмов. Тоже бактерии, которые съедают, патогенные, которые поступают с едой, там сразу захват идет, да. Вот, и в толстом кишечнике на 1 квадратный сантиметр триллионы бактерий. То есть вы должны понимать, что мы живем, и в нашем организме еще живет организм больше, чем наших клеток в 300 раз. Вот, поэтому, когда этому организму бактериальному хорошо, то мы с вами тоже ничем не болеем. Нет, вы знаете, я не знаю вот этот вопрос, почему в детоксе образовался зеленый осадок. Это вы должны сфотографировать, сфотографировать, и где вы брали, показать на складе, они вам дадут другой продукт. Не знаю, может быть, нарушение там какого-то транспортировки. Я не в курсе. Но мы сразу меняем все. Не пейте, конечно, не нужно. Трудно сказать, потому что производство, знаете, там тысячи сразу этих пузырьков разливается. Поэтому все, просто все знаете, что компания без вопросов меняет. Просто поменяйте, и все, не надо. Вот, такой продукт пить. Значит, мы пользуемся кремом для рук и тела, для того, чтобы улучшать качество своей кожи. И еще раз повторяю, нельзя тереться мочалками только один раз в день, в неделю. Почему? Потому что не надо. Если вы хотите помыться, вы просто можете гелем для душа слегка его по себе растереть и смыть. Но каждый раз, когда вы используете мочалку, вы, во-первых, сушите кожу, а во-вторых, вы убираете полезные бактерии с нее. Вот, и кожа будет сохнуть, и потом будут возникать проблемы с ней, особенно детям. Ну, вот, тоже вам говорят. Вот я говорю, может, ну, может быть, она и не успела ничего попить. Вот. Ну, просто, просто сфотографируйте, если вы вообще еще даже, сколько там, ну, не три же месяца вы его пьете, правильно? Это мы тут по салюту, мы все общаемся. Вот. Не три же месяца его пьете. Ну, да, нельзя так пить. Надо все-таки пить так, чтобы слюна не попадала в эти препараты. Немножко поднимите и накапайте. Там же удобно капать. Вот. Значит, дальше у нас с вами идет косметика для кожи. Лица. Вообще, вы когда-нибудь себе задавали вопрос, с какого возраста нужно пользоваться, начинать косметикой? Так, ну что? Ну, с какого возраста? Напишите кто-нибудь. С какого возраста нужно пользоваться, начинать косметикой? И почему? Ну, давайте. Так. Ну, с детства. Вообще, это правильный ответ. Знаете, почему? Потому что детишек надо приучать. Значит, после ванны все равно сейчас вода жесткая, содержит много хлорки и так далее. И вы можете детским кремом наносить им немножко наличика на тельце. Ну, специальные детские крема продаются, да, чтобы кожа не сохла. Чтобы на ней был тоже... И вообще детей надо тоже нечасто мыть. То у нас что-то их моют прям каждый день. Как будто они там где-то на стройках бывают. Да, белье можно поменять. Ну, зачем ребенка каждый день под душем там или вообще в ванне мыть? Они перехлаждаются и потом начинают болеть. Поэтому приучайте. А так вообще, значит, если жирная кожа, то за ней ухаживать совершенно по-другому. Но в основном люди все-таки с нормальной или сухой кожей преобладают. Особенно с возрастом. Кожа все-таки стончается, уходит жировой слой. Вот. И поэтому, чем раньше вы начинаете... Вот 15 лет. Отлично просто. Значит, надо понимать, что веки вообще жира не содержат. Значит, под глазами то же самое. Это самые места, самые такие опасные для женщин. Вот. Это и самое главное место. Это еще подбородок и шея. По качеству кожи на шее можно сразу сказать, какой возраст практически у женщины. Вот. Поэтому, чем раньше начинаешь пользоваться кремом... Ну, я не буду там говорить, как его наносить. Все это знают уже, господи, все сто раз. Вот. Для чего это делается? А кожа начинает истончаться. Кожа начинает истончаться. После 25 лет надо уже начинать делать массаж. Не обязательно ходить... Ну, сейчас косметология есть. Ну, в принципе, дома и самим можно делать массаж. Вот наши препараты, ваши вместе с нашими препаратами, они практически при их применении... Ну, конечно, не в 15 лет. Вот. Это уже все-таки для более зрелой кожи. Вот. Можно, в принципе, обходиться и без салонов. Ну, если только нет грубых каких-то морщин на лице. Потому что все-таки грубые морщины – это перенапряжение мышцы. И просто так вы от нее, от этой морщинки не избавитесь. Ну, что еще дает регулярное применение косметики? И начинать все-таки надо, ну, хотя бы с 20 лет. Потому что, ну, во-первых, кто-то на юге живет, кто-то на севере живет. Тоже природный. Особенно я в Якутии была. Да там вообще надо маслом просто покрываться и ходить, наверное, зимой. Иначе кожа просто вся высохнет от этого мороза. Вот. То же самое на юге. Ничего так не старит кожу, как ультрафиолетовое излучение. Поэтому, милые дамы, если вы хотите иметь хорошую кожу, чтобы она не старела не только на лице, но и на всем теле, загорать надо с 10 утра до 12. Потом уходить с этого. И лучше под зонтом для профилактики рака груди, матки и кожи. Так что сейчас уже никто не загорает. Это все очень вредно. Все поняли. Вот. Очень жестко сейчас идет излучение солнца. Вот. Поэтому... А почему? Потому что ультрафиолет проходит до самых костей. Повреждает как раз зону, где находится синтез коллагена и эластина. Если коллаген еще можно восстановить, то в молодом возрасте ожог, предположим, кожи можно восстановить, то эластин очень плохо восстанавливается. И солнце на сегодняшний день считается самым активным фактором, повреждающим кожу и приводящим к ее раннему старению. Вот. Поэтому сейчас наступает лето, не зря вам это говорю. Очень аккуратно будьте. Ходите под зонтиками. Вон китайцы. Че они китайцы, японцы, корейцы. Че они ценят больше всего? Белую кожу. Белую кожу. Ходить в шляпах и под зонтом. Очень полезно для здоровья кожи лица. Потому что мгновенно тонкая кожа мгновенно высушится, и вы ее потом никакими кремами не размажете. Вот. Потому что нарушится внутренний этот слой. Вот. И таким образом, ну и вот сейчас пока еще можно, ну не то, что пока можно, вот есть скраб-маска. Я посмотрела. В принципе, хорошая такая, неплохая масочка. Она, ее можно применять особенно для жирной кожи, такой смешанной кожи с угревой сыпью. Вот молодым девочкам, молодым девочкам, у которых, ну как раз 15-16 лет, вот эти все на лице бывают прыщики. Вот это очень хорошо. И вовнутрь тоже желательно применять препараты, которые улучшают пищеварение. Но, как правило, у молодых девушек это связано с менструальным циклом. Потому что у них идет становление менструального цикла, и идет выброс определенных гормонов. И поэтому просто не нужно питаться всякой гадостью. Не пить кока-колу, не пить попсиколу. К мальчикам это тоже относится. У них тоже эти угревые все вещи. Это и кишечник дисбактериоз, и с печенью не все хорошо, конечно. Ну, потом постепенно цикл нормализуется. Можете мамы давать им салютом фэмиум, женскую формулу нашу. Вообще, ее можно давать хоть с детского возраста, потому что сейчас на фоне дисбактериоза кишечника очень много вагенитов даже у детей в пятилетнем возрасте. Потому что сейчас же всех лечат антибиотиками. Вот, что не чихнет ребенок, ему сразу родители добрые суют в рот антибиотики. Вот, поэтому нормализуются функции яичников. Не будет ребенок есть никакой гадости, ни колбасы, там ни сыра, ничего. Но надо попаститься немножко. Вот, овощи, фрукты, кишечник хорошо работает. Желчный пузырь дать ему, чтобы у него хорошо печень работала. Желчный пузырь и лицо очистится. И вот этот скраб-маска как раз для жирной кожи, проблемной кожи. Она будет, она очень мягко очищает. И самое главное, поры сокращает. И в нашей компании тоже есть скраб. Можно их чередовать просто. Там тоже такая уникальная технология. Там как снежиночки такие белые. Вы там потом увидите, кто еще не видел. Как мы рекомендуем. Я вот лично сама, хотя у меня кожа сухая, я вообще стараюсь ее, ну так, недельку раз только пользоваться. Потому что для меня это много. Особенно зимой кожа сохнет. И просто берете бутылку хорошей воды. Или вот этой энергоинформационной, как я вам сказала, на литр воды две капли. Хорошенько помочили лоб. Потом берете, наносите скрабчик наш. Его аккуратно растираете по лбу. Там такие, как вот гусинки маленькие-маленькие. Там находятся мицеллы специальные, которые, они тоже мягко отшелушивают, но еще и кожу насыщают влагой. Поэтому смывать его не нужно. Не нужно смывать. Просто сначала воду нанесите, потом этот скраб. Потом точно так же щечки, и потом точно так же подбородок. Вот. Все постепенно, никуда не торопитесь. Он потом лишний отлетит сам. Вот. Поэтому скраб можно делать и женщинам, и мужчинам, потому что сейчас проблема с кожей, к сожалению, в связи вот с такой экологией и пищей и так далее, стрессами у многих проблема с кожей. Следующий препарат. Это у нас с вами... Сейчас. Ну вот, пока сейчас переключается. Вот. Это омолаживающая сыворотка для лица и зона декольте. Значит. И крем-флюид вокруг глаз с муцином улитки. Ну, вообще сейчас как бы хит. Муцин улитки, который обладает множеством хороших качеств. Вот. И который питает кожу, улажняет кожу, улучшает в ней тоже кровообращение. Вот. Но отличие любой косметики от империо-космо, от нашей косметики, в том, что все равно через кожу очень сложно пройти. Очень сложно пройти. Вот. Поэтому, значит, в нашей компании есть тоже сыворотка и увлажняющий крем империо-космо. Сейчас дальше будут слайды по этим кремам. Вот. И мы вам рекомендуем сочетать их. Как их лучше всего сочетать? Сочетайте их следующим образом. Если, значит, сыворотка наносится на, значит, сыворотка наносится на лицо и зону декольте, значит, то после этого, после этого или перед этим, не имеет значения, нанесите немножечко увлажняющего крема империо-космо. Почему? Потому что в нашей косметике содержится специально разработанный кремний нашими учеными-физиками со специальной структурой, которая действует настолько мощно, настолько мощно действует, что он создает эффект, сейчас одну секундочку, что он создает эффект, как будто вы были на аппаратной косметике. Значит, что такое аппаратная косметика? Ну, это, предположим, лазерная терапия. Вы приходите и вам делают процедуры лазером, шлифовку, предположим, кожи, да? Ну, это же не операционные вещи, но все равно после этого надо восстанавливаться, то есть кожа сходит. Вот, а здесь, за счет этого кремния, который находится вот в этом креме, значит, что происходит? Этот кремний создает эффект, сейчас я вам скажу, как это сказать, электрического душа. То есть у нас с вами здесь плюс, внутри в крови минус, на коже плюс, или наоборот там на коже минус, в крови плюс, у нас клетка просто так имеет заряд плюс-минус на своей мембране. Вот, значит, создается такой, такой, ну, не разряд, это возникает избыток электронов в результате этого. И здесь, и внутри возникает избыток электронов. И получается, что наружный слой кожи и внутренний слой кожи, между ними возникает разность потенциалов, которая равна 100 вольтам. Вы представляете, какой разность потенциалов. Поэтому, когда вы нанесете наш крем, предположим, потом нанесете вот эту сыворотку для лица, то у вас за счет этого разницы потенциалов точно эта сыворотка попадет под вашу кожу. И это все, что там находится, будет воздействовать непосредственно на клетки эпидермиса. Эпидермиса, дермоэпидермис. Вот, поэтому будет такой двойной эффект, потому что наша продукция, она еще за счет вот этих кристаллов, она работает от 24 часов до несколько дней. Поэтому, если в следующие дни вы начнете дальше продолжать наносить свою косметику, то она у вас тоже будет за счет сохранения вот этого эффекта, электростатического эффекта, у вас улучшается микроциркуляция, у вас улучшается синтез коллагена и эластина. Как мы говорим, практически косметика доходит до костей. То есть она проходит все слои кожи, хотя ни одна косметика просто так это сделать не может. А вот и вместе они как раз это могут сделать. То есть нанесли наш увлажняющий крем, сверху, значит, омолаживающая сыворотка, вот, и у вас, значит, будет эффект увлажнения, и этот эффект будет сохраняться несколько дней. И есть тоже у нас сыворотка, вот у вас есть для глаз с муцином, крем, то же самое, у нас есть специальная сыворотка, ее наносят вот в эти места, вот самые главные места, и веки. И потом на нашу сыворотку вы можете нанести крем, сыворотку, нет, неправильно сказала, значит, вокруг глаз, флюид вокруг глаз с муцином улитки, и то же самое эффект будет, то есть будет идти подтяжка века, будет подтяжка, а если вы еще наносите и легкие массирующие движения, вот, есть мастер-классы, мне кажется, они записаны, когда на одной половине лица наносится также вода, потом наносится скраб на одну половину лица, потом после этого наносится крем, потом наносится сыворотка на веки и на глаза вот сюда, ну, на счете, понятно, подбородок с одной стороны, потом вы наносите свой крем, и через пять минут видно совершенно, как идет подтяжка и носогубной складки, это вы можете спросить, просто посмотреть в интернете, на ютубе там все записано, как это идут, мастер-классы, шикарный эффект, и постепенно кожа начинает действительно подтягиваться, улучшается ее качество, вот, не образуются сосуды на коже, можно после этого даже применять и другие кремы питательные, если у вас сухое лицо, все питательные кремы будут залетать вам в лицо, вот, но, значит, самое главное, что при сухой коже нельзя умываться, очень много людей любит девушек с утра умываться, если у вас сухая кожа, я вам советую это не делать, это очень не любит кожа, вы встали с чистой подушки, зачем вам умываться, вот, и на ночь после 35 лет крем на лицо не наносится, снимается крем, неважно, чем вы его там снимаете, молочком или еще чем-то, снимаете крем, ой, то есть косметику, вот, но лучше после 35 лет крем на ночь не накладывать, иначе будет отек развиваться, и не пить после 7 часов, иначе будет отек развиваться, фрукты вы можете съесть, но воду пить вы после 7 часов не можете, после 35 лет уже опасно, потому что иначе будет терятие овала лица, вот, вот такая у нас с вами косметика, есть, с помощью которой мы можем долго сохранять наше, наше лицо, это очень важно, сейчас такая жизнь, что сейчас первое, что смотрит на лицо, как человек видит, вот вы видите скраб, снежок, он беленький такой, дальше вот это второе, империо космо, это наш увлажняющий крем, а рядом сывороточка, там специальный такой дозатор, прям на пальчик немножко наноситесь, шикарно, раз все это у вас будет наноситься на веко, вот такая косметика, которая, думаю, поскольку нашу косметику увлажняющий крем и сыворотку можно наносить не каждый день, она все равно у вас работает в межклеточном пространстве, усиливает кровообращение, еще раз повторю, улучшает работу фибробластов, которые быстренько из вашего, из вашей кожи в межклеточном пространстве убирают токсины, стареющие клетки, то есть запускают тоже регенерацию кожи, потому что кожа обновляется каждые 28 дней наша, вот, и поэтому и самое главное это хорошее увлажняющий крем и сыворотка, это хорошие вещи, которые будут помогать крему попадать тоже в кожу, внутренние слои кожи, потому что в основном это сделать невозможно с помощью крема, это в основном вот снаружи слои, снаружи только работает, а внутрь очень сложно попасть, вот, поэтому такое сочетание будет очень благоприятно для кожи и сохранять будет и овал лица и структуру кожи вообще, структуру кожи, самое главное сохранить структуру кожи, кожа, подкожно-жировая клетчатка, нервная ткань, потом идет синтез, структура, где идет синтез коллагена и эластина, мышцы, связки и так далее, и так далее, и так далее, то есть это вот такая программа, я думаю, что мы усилим и свои препараты компании Power Matrix с помощью препаратов новых, которых нам сейчас поступают, мицелайфом, мы и улучшим питание своих клеток и, соответственно, у нас будет еще быстрее наступать эффекты и от наших препаратов тоже компании Power Matrix, потому что все-таки питание, вот мы искали, я вам уже говорила, искали компанию, в которой есть достойное такое вот питание биологически активное и натуральное, которое, самое главное, соблюдает основное правило медицины и вообще жизни, не навредить. вот этим питанием навредить нельзя, потому что жиры нужны каждый день, белки нужны каждый день и для нашего организма и вообще для всего и в любом возрасте, потому что все возрастные особенности, одно дело вам 30 лет, другое дело вам 40 лет, третье дело вам за 70 лет, это совершенно разные ситуации в организме, поэтому желаю всем крепкого здоровья, хорошей кожи, вот, и после, ну, вы знаете, сейчас у меня наступает тяжелое время, я завтра уезжаю во Владимир, потом мы едем в Пермь, но вы пока, значит, ну, вы только что слышали, чем отличается косметика Мицелайф от нашей косметики, совершенно разные косметики по уровню вообще, Мицелайф это косметика, которая содержит масла и так далее, и так далее, биологически активные вещества, но, к сожалению, она не может зайти в слои кожи, куда только может зайти аппаратная косметика, а с помощью нашей косметики эта косметика будет проходить, как будто вы ходите каждый день и занимаетесь косметическими процедурами, вот, поэтому ее отличие по биологической активности, конечно, и потому, как она попадает под кожу, не то, что под кожу, а попадает просто и создает самый главный вот этот эффект электрического душа для того, чтобы улучшать и микроциркуляцию, то есть это комплексное воздействие, комплексное воздействие, это самое главное. Вот, так что вы можете просто, вот особенно новые, значит, новые люди, которые появляются, вы можете звонить, общаться, ну вот сейчас просто меня не будет две недели, но я думаю, что огромное количество роликов есть, огромное количество информации есть, читайте, и вот эту информацию, которую я специально сделала, здесь практически вся продукция Ницелайфа с нашими рекомендациями, поэтому эту презентацию можете пользоваться ей, потому что там написан каждый препарат, как он работает и уже работать и с нашими препаратами, и с своими препаратами, если есть, будут вопросы, мы всегда рады на них ответить. Вот, так что давайте до встречи, приедем из Перми с Кировом, ну там еще будут поездки, то все равно все будем встречаться, вот, летом мы планируем командировки, так что хорошо работайте, кто хорошо будет работать, тому мы и приедем первыми, первыми мы приедем к тому, кто будет хорошо работать и с одной, и с другой продукцией, и, конечно, пообщаемся, поконсультируем, как всегда, вот, ну и отдохнем, конечно, немножко, вот, так что спасибо, спасибо за внимание, в этой, в этой презентации, вот, то, что я вам читала, еще раз повторяю, все для вас есть, для работы и для собственного здоровья, я как могла, просто все объяснила, спасибо вам большое, до свидания.